Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами на тему, как чувствует себя крупный бизнес в России. Ну, тема интересная, я так, за эфиром мы пошутили, мы будем сегодня в роли докторов с моими гостями выступать, будем ставить диагноз этому пациенту, ну, на самом деле, хотелось понять, он скорее жив или, может, как-то иначе. Итак, представлю, прежде всего, моих сегодняшних гостей, это Павел Митрофанов, руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт-РА». Добрый вечер, Паш. Добрый вечер. И это Сергей Питенко, генеральный директор экономико-правовой школы ФБК. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Ну, прежде чем мы займемся пациентом, как вы себя чувствуете, это тоже важно. Как настроение? Отлично. Отлично. Мы себя чувствуем уверенно, все о пациентах знаем. Вот это главное. Потому что здоровье пациента, в какой-то степени, это уверенность его доктора. Согласитесь. Ну, так вот. Как это, наши дела никогда не могут быть лучше, чем дела наших пациентов. Браво. Браво. Браво, Сергей. Великолепно. Итак, давайте начнем. Собственно, еще раз я произнесу эту тему, как чувствую себя крупным. Ну, то есть, если, так сказать, детализировать эту тему, мы поговорим сегодня о крупном бизнесе в целом. О его самочувствии, ну, с точки зрения того, как он вот именно в пределах Российской Федерации, да, себя может чувствовать. Что нужно, чтобы, если он плохо себя чувствует, что нужно, чтобы это самочувствие улучшилось. Дальше мы будем интерполировать, что ли, его самочувствие на рынок фондовый, потому что это в основном тема, основная тема нашей передачи. Ну, и, собственно, все, что вы захотите по этому поводу рассказать, я с удовольствием, и наши слушатели с удовольствием выслушают. Ну, что ж, давайте начнем, Паш. Поскольку я, так сказать, проанонсирую, что в какой-то степени информационным поводом, да, к сегодняшней программе был как раз пресс-релиз рейтинг РА. И, я так понимаю, ты принимал непосредственное участие в его создании, потому что и цитаты здесь вот передо мной есть, да. Считает руководитель отдела корпоративно-национальных рейтингов, Павел Митрофанов. Все так. Это о тебе. Это обо мне. Ну, так вот, тогда, если можно, давай с тебя и начнем. Собственно, вот вступление какое-то пафосное можешь произнести. Итак, что вообще с крупным бизнесом в России? Ну, если пафосно вступать, то в крупный бизнес в России мы в рамках нашего медиахолдинга ежегодно считаем. Считаем по выручке, считаем по капитализации. Это как в том мультике, да, нас посчитали. Да, да, да. Ну, просто все любят быть посчитанными, особенно кем-то... Ну, давай я так согласен. Не все любят, просто вы, как рейтинговый, любите считать. Ну, мы любим считать, потому что всем нужно, чтобы их считали, чтобы было чем мериться, чтобы было чем хвастаться. Во, допустим. Хорошо. Итак, что же, посчитали вы и прослезились, да? Нет, мы посчитали и обрадовались, а где-то прослезились. Ну, вот, сколько мы говорим про капитализацию, в первую очередь, да, про фондовый рынок, тут мы скорее прослезились. Прослезились. Потому что, что случилось, прошел год, а 200 крупнейших эмитентов подешевели на 20%. Вау, это серьезно. Примерно так. Ну, мы считаем их традиционно осенью, поэтому это так, с осени по осень, да. Ну, начало нового финансового года, да? Да, тем не менее, все подупало. С другой стороны, если смотреть... Я перебью, извини, а причиной тому, что все подупало, то есть они потеряли свою капитализацию, долю капитализации, да, 20% это прилично, на самом деле. Именно потому, что... Конечно, прилично. В этом рынке упали, или по другой причине? Нет, ну, капитализация, что такое? Цена на количество акций, да, вот цена упала, стоимость упала. Было 900 миллиардов долларов, стало 700 там, с небольшим. С копейками. Да, естественно, почему? Потому что рынок упал, а вот вся беда в том, почему этот рынок упал, да. Ну, мы для себя видим такие достаточно грустные причины, потому что на рынке нет, скажем так, серьезных игроков, которые играют надолго. Деньги есть достаточно большие, потому что, вообще говоря, наш рынок, он 20-й в мире. По капитализации, да? По оборотам. Общая капитализация нашей биржи, там, крупнейшей, московской, да, она 20-я в мире. То есть это... Неплохо. Вполне себе. Но она вся какая... Учитывая, извини, что в других рейтингах, да, Сергей, мы гораздо более наскромные позиции. Не дуем в бизнес. Да-да-да. Ну, несмотря вот на эту ее 20-ю строчку, да, по размерам, вот то, что за этими размерами кроется, это в целом, конечно, грустно. Потому что кто там? Там какие-то такие спекулянты, которые сегодня... Случайные люди, да? Они не случайные, они там завсегдатые, но вот поведение их денег, которое в итоге сказывается и на ценах, и на поведении этих цен, да, оно, к сожалению, такое сиюминутное. Несерьезное. Чуть подросла нефть, чуть подросли настроения в целом, они прибежали, рынок наш попер, рынок наш там наверху, чуть только там очередные проблемы в какой-нибудь, там, не знаю, Греции, Испании или в Америке нестабильно, они сразу о нас забывают. Да, и, конечно, нам не хватает каких-то таких более приличных, долгосрочных людей и инвестиций. Ну, даже не людей, а инвесторов, на самом деле так. Сергей, как вы думаете, откуда могут взяться эти долгосрочные инвестиции? А быстро ниоткуда, потому что у меня такая аналогия в голову пришла, что если мы 20-й по размеру, то вот бывает так, подросток где-нибудь лет в 17 уже по размерам вроде как взрослый. Мужчина, конечно. И это будет совершенно правильно. Но мы должны об этом сегодня поговорить. Да, да. Как у взрослых мужиков обязательно. Но то, что это не может произойти быстро и что тут не делай, как оно, конечно, если делать правильно, то произойдет побыстрее, но я думаю, что эта картинка какие-нибудь ближайшие десяток лет, вот она может улучшаться. Но скачкообразно, чтобы это стал зрелый рынок, на котором длинные деньги, на котором инвесторы, а не спекулянты преобладают. Это, оптимистично говоря, через две пятилетки можно будет об этом говорить. Да, наверное. То есть мы вот, ну, дай бог, конечно, через две пятилетки встретимся в этом же составе, да, и будем уже несколько иначе оценивать наш рынок, потому что смотрите, вон что произошло. Было так, а вот он стал менее волатильным, потому что появилось больше длинных денег. Ну, это очень интересно, это оптимистично, как минимум, но, тем не менее, что должно произойти в течение этих двух пятилеток? Мы не просто, да, сидим и ждем, вот уже пятилетка прошла, так, еще одна, ой, еще одна закончена, все, красота. Ведь что-то должно происходить, можно так и просидеть и десять пятилеток. Можно, конечно. Паш, что должно происходить? Ну, как что, как у всех, как у взрослых, вот уже мы постановили, кроме пенсионных денег и денег страховых, особо принципиально никто ничего не придумал для долгосрочных инвестиций. Поэтому, что нужно, пенсионные деньги стимулировать, страховые деньги, ну, страхование жизни стимулировать, не давить, а подталкивать. Ну, давайте о пенсионных поподробнее, каким образом пенсионные деньги очучаются, да, не по-русски я сказал, но слово смешное, каким образом они появляются на фондовом рынке, пенсионные деньги? Ну, как, если есть деньги, которые по своей природе, вот они приходят и они длинные, потому что... Да, это же все счетные величины, сколько ты их получаешь и сколько ты их должен платить, и поэтому есть вот деньги, которые можно вкладывать, ты, в общем, более-менее счетная величина, понимаешь, сколько у тебя их будет вот свободных в этом году, в следующем и вообще достаточно долго. Поэтому эти деньги, конечно, на фондовом рынке ведут себя совсем по-другому, они не убегают при первых ветерках, потому что им все равно где-то работать надо. Бежать некуда им. Им бежать некуда, это природа, то есть, собственно говоря, это так, в секунду отвлекаясь, как в банковском бизнесе, то есть банкир взял деньги, платит за них, вот там депозит туда, вот принесли ему депозит, он не может сидеть на этом мешке с деньгами, потому что свои 5% он должен платить, ему надо куда-то эти деньги на работу пристроить. И здесь пенсионные, вот так пенсионные деньги и оказываются на фондовом рынке, и то же самое, вот то, что сказал коллега, правильно, деньги от страхования жизни, тут все совершенно, опять же, статистически считаемо, счетные величины, ты эти деньги собираешь, сколько ты должен отдавать, и сколько у тебя есть, которые ты можешь положить в длинную. Я прошу прощения, небольшое уточнение, вот коллега, да, Паша сказал о страховании жизни, это, ну, как бы, единственная или, может быть, основная часть денег вот этих длинных, ну, с точки зрения страхования я имею в виду. Где, у нас или в мире? Ну, давай у нас, мы о мире тоже сейчас, конечно, поговорим. Сначала у нас, ну, у нас-то их, если рисовать какие-нибудь столбики, вот как на графиках рисуют, в соотношении с чем... Гистограмма это называется. Да, гистограмма, да. То вот страхование жизни-то вообще... Столбика такого нет. Ну, он есть, но вот... Как у Погресса. Один пиксель на экране будет, да, а пенсионные деньги будут, например, там, 10, а общий столбик будет, там, сильно за 100. Я понял. Ну, еще раз повторю, вот если мы говорим именно о сегменте страхования, деньги, которые получили, да, от страхования я, и двоеточие, страхование жизни, это основное? Ну, конечно, основное, потому что это то, где накопление происходит, потому что в страховании, которое не жизни, там же природа денег немножко другая. Их внесли, а потом они накопились и заплатили кому-то, у кого убыток, да, ну, пока они лежат, их немножко поинвестировали, но это год, реальный срок, там, год-полтора. То есть мы говорим о длинных деньгах, и вот длинные деньги, это, да, в сегменте страхования, это страхование жизни, прежде всего. Да, совершенно верно. Хорошо, хорошо. Дальше тогда давайте мы говорим о том, да, за счет чего у нас вот эта вот поддержка фондового рынка с вами может сформироваться в течение ближайших двух-пяти лет, как сказал Сергей. Это прежде всего, насколько я понял, да, это деньги пенсионные, и это деньги от страхования жизни. Значит, со страхованием жизни проблемы сейчас, да? Засада. Это не то, чтобы засада, его просто почти нет, потому что оно добровольное в основном, а добровольно нести на, там, 30 лет, вроде как, желающих почти нет. Потому что можно принести в банк какой-нибудь, там, под 13, а в страховании жизни будет написано 5 на 30 лет. И кроме того, у банков все-таки уже есть 20-летняя история у некоторых, а у страховых компаний с этим делом, в общем, посложнее. И если, позвольте, я предложу еще такую, может, не очень убедительную, но, тем не менее, мы живем в России, да, и я еще думаю о том, что я буду жить вечно, ну, как минимум, очень долго, поэтому смысл страхований... Это сильный момент, конечно, есть. Потому что ментальность, конечно, да, в этой среде... Тема неуютная. Неуютная, да, да. Потом изначально, я иду страховать собственную жизнь, наверное, я на что-то вот такое нехорошее себя настраиваю с точки зрения кармы, да, там, ужас какой-то. Ну, как все-таки переломить это с разных точек зрения, Паша? Ну, как переломить? Переломить пытают, собственно, у нас уже даже там вот, помнится, примерно в этом году, не помню, сколько времени назад, но даже наши первые лица государства сказали, что вот, оказывается, страхование жизни должно стать важным столпом социальной политики. Потому что, да, риски, да, все переживают, но без этого вот снять с государства вот всю эту нагрузку, которая сейчас и по пенсиям, и по всему остальному, ну, не получится. Поэтому, ну, надо его подталкивать, подталкивать инструменты есть какие-то, они традиционные, налоговые, там, какие-нибудь готы и так далее. То есть, зазывалочка такая? Ну, конечно, зазывалочка, чтобы люди, ну, хоть чуть, хоть маленькую копеечку, но откладывали, делали это регулярно и постоянно. Сейчас давайте мы послушаем новости, наверняка очень интересные, а потом продолжим этот разговор. Добрый вечер. Ситуация преломить не только административными мерами, да, вот то, о чем Паша начал рассказывать, это несколько такая, это такой приказ сверху, да, приказ сверху. Да, ну, вообще-то говоря, еще можно вспомнить, что устойчивость фондовому рынку придают и всяческие фонды коллективных инвестиций, то, что у нас пифы, а это тоже один из, то, и это все вкладывается вот в идею, как сказать, большей финансовой грамотности населения. Поскольку в странах даже нашего уровня развития, там примерно 50-е место в мире, но в какой-нибудь Бразилии рыночная экономика существует, понятно, огромный отрезок времени, а у нас там два десятка лет. И поэтому вот личная финансовая грамотность и лично финансовое поведение людей, это вот еще один пласт, потому что, если даже вот сравнивать со странами нашего уровня развития и прикинуть, сколько людей имеет у нас, это в районе 1% людей имеют что-либо на фондовом рынке, а в странах вот нашего уровня развития для Бразилии и Мексика порядок величин будет другой, то есть в разы. Ну, например, в разы. В разы. На Западе тут не будем трогать, это уж совсем для взрослых людей, а, значит, здесь, тем не менее, в Бразилии и Мексике, которые равны примерно нам, одна весовая категория по уровню экономического развития, но все-таки процент людей, которые какую-то часть своих сбережений готов держать в фондовом рынке, он существенно выше. Поэтому вот здесь еще один такой есть пласт такого формирования общественного мнения, что, вообще-то говоря, лично сам там начинаешь работать, начинаешь думать о пенсии, откладываешь там 10% своих доходов и так далее. Вот здесь тоже такой элемент для работы есть. Мне видится, мы начали сегодня с метафоры некой, да, мы сравнивали, так сказать, ну, представленные сегодня, да, объекты для обсуждения в виде разновозрастных каких-то, да, персонажей. И вот мне видится опять, может, проблема в этом, если мы действительно, так сказать, в отрочестве неком находимся. То есть мы не имеем еще достаточного образования, да, с точки зрения даже вот того же финансового, что такое для большинства населения фондовый рынок. Это жулики. Я сам слышал просто. Я сам слышал, у людей непосвященных, да, вот, такая аналогия сразу идет, да, фондовый рынок, там, что-то, все это понятно, с кем мы имеем дело. То есть надо в этом случае каким-то образом, да, двигаться, чтобы, ну, как минимум, не заставлять, да, вот я опять к чему вернусь, не заставлять, хотя, может быть, и без этого не обойтись, но воспитывать. Ну, а, кстати говоря, сейчас есть целый даже огромный проект, там, деньги Мирового банка и Российского правительства, этот проект так и называется повышение финансовой грамотности населения. В общем, действуя в правильном направлении, потому что действительно так и логично, откуда людям было взяться, откуда берется. Много чего берет в семье. Если у меня папа, мама, дедушка там откладывали в пенсионный фонд, страховую компанию, в депозиты, в пифы, как бы там они ни назывались, то, конечно, для меня это уже какая-то, возможно, разумная модель поведения. А когда вот это в первый раз, и тем более, что вот там все там всяческие истории с крахами, там, жульничествами и так далее, все это было, то, конечно, требуется время, чтобы люди привыкли, что все-таки что-то сберегать, что-то инвестировать. Это нормальное человеческое поведение, а это уже, в общем, некоторый фактор стабилизации ситуации. Ну, я бы тут по поводу, так сказать, привычки упомянул пенсионный рынок, который мы затрагивали, вот наше обязательное пенсионное страхование. Кстати, мы сейчас живем опять в эпоху неких реформ, да? Да, и по поводу реформ, безусловно, тоже есть что обсудить. Вот недавний, ну, относительно в масштабах истории, пример, ввели ОСАГО, да, все боялись, потом все ругались, новый налог, новое то, новое сё, не хочу, не буду. Потом все немножко ощутили прелести выплат, да, даже там новый класс людей появился. У тебя был прецедент, кстати? У меня тут не было, у меня все хорошо. Слава Богу. Но что в итоге произошло? В итоге очень много народу поняли, что не дурно бы и сверх ОСАГО что-то подстраховать нормально, чтобы еще и себе получать. Вот, в принципе, история та же самая. Вот что такое фактически обязательное пенсионное страхование? Ну, по крайней мере, особенно для тех, кто его перевел куда-то там, чтобы, ну, вроде как, так, квази-управлять этими деньгами, да? Это какие-то ежегодные или у кого-то чаще отчеты о том, что с вашими деньгами. Это там хоть какое-то внимание к тому, а как эти деньги там зависели или не зависели от фондового рынка. В итоге, ну, последит человек за этими деньгами хотя бы несколько лет, причем, что у него счет-то расти там будет, ну, пока не отменили, да, или там не уменьшили. И он хочешь-не хочешь, но когда там у него уже, там, я не знаю, 100 тысяч лежит на этом счету, он уже, хоть он такой и виртуальный этот счет, да, потрогать нельзя, но вроде твой, и вроде он что-то с ним делают, так сразу захочется, чтобы делали-то получше. Вот оно и внимание, и к фондовому рынку, и там, к котировкам, к чему угодно. Все логично. Я зацепился сейчас за ту фразу, ему захотелось логично, чтобы сделали что-то с этими деньгами получше. Конечно. И что вот в этом случае сделает? Он идет в управляющую компанию и начинает лечить ее, да? Ну, он скорее идет не в управляющую компанию, то есть туда, конечно, тоже идут, но в основном вот все, кто перевели свою вот эту накопительную часть, они, конечно, в НПФ перевели, потому что, ну, там вроде... НПФ это не государственный пенсионный фонд, да. Это вот собрали из ПФРа, пенсионный фонд России, и передали в какие-то негосударственные пенсионные фонды. Теперь наверняка, да, и ты, так сказать, ну, опять, прежде всего, да, учитывая пресс-релиз, о котором я говорил, и ты наверняка в материале, надо поговорить о проблемах, связанных с управляющими компаниями, которые этими деньгами, значит, распоряжаются. Проблемы есть, структурные проблемы, да? Конечно, есть. У меня были некоторое время назад как раз представители этих управляющих компаний, они сидели, ну, фигурально выражаясь, они сидели, плакали. Они говорят, ну, ребят, ну, так же нельзя, ну, что же вы нас... Да, с одной стороны, вот так поставили, а с другой стороны, вот так, а как нам жить-то? Ведь мы-то хотим тоже, да, с одной стороны, у нас благородные задачи, нам дали деньги, длинные деньги, мы будем работать, мы же вон какие все головастые ребята-то, а нам не дают практически. Я думаю, что если головастые ребята недавно приходили, они наверняка говорили, что и деньги на самом деле не длинные. Говорили, да. Да, потому что деньги у кого? Деньги у пенсионного фонда, у НПФа. НПФ, что обязан делать? НПФ обязан в конце каждого года зафиксировать на бумажке свой результат, чтобы потом его разослать. И если, не дай бог, за три дня до этого, до 31 декабря, что-нибудь не то случилось на рынке, он что зафиксирует? Он зафиксирует убыток. Такого быть не должно, да? Да, причем, если 15 января этот убыток будет уже где-нибудь в сильном плюсе, это уже никого волновать не будет. Потому что бумажку человек получит с чем? С убытком. И возмутится. Ну как же так? Вот где мои деньги? К чему это приводит? Это приводит к тому, что все НПФ, абсолютное большинство, и крупные, и мелкие, и рыночные, и корпоративные, они в акциях держат в среднем процентов 6 от всех своих денег. То есть вообще капля в море. И пока особо ничего не меняется. Причем более того, не то, что не меняется, а раньше еще они держали 10-11, но из-за того, что рынок туда-сюда ходит, из-за того, что капитализация за год минус 20, никто не хочет сейчас в эти акции идти. Я, может быть, не очень корректно, но мне, Сереж, мне такая аналогия пришла, но это опять вот, все это рядом, это не только вот в той теме, о которой мы сегодня рассказывали, все рядом. То есть везде, вот все наши, ну, большинство результатов, да, которые показывают кругом, они, ну, формально для галочки. Ну, я почему-то вспомнил сейчас правоохранительные органы. Вот они тоже, у них же есть, да, какая-то обязаловка, им нужно бороться с тем-то, с тем-то, с тем-то, и они порой делают это для галочки, чтобы показать отчетность, вот в этом смысле. Получается, что и здесь, да, ведь задача благородная, еще раз я говорю, да, вот есть деньги, работайте, показывайте доходность. Да, и это улучшает ситуацию, ну, в частности, да, на пресловутом фондовом рынке, это дает возможность гражданам России, в конце концов, да, богатеть какой-то. А получается, вот, есть ограничения какие-то структурные, и ребята вынуждены работать для галочки. Ну, в любом большом деле, любая большая организация имеет большой бюрократический компонент. Сейчас о какой организации? О государстве российском вы говорите? Нет, о любой, вот, если мы возьмем крупную, там, западную компанию, например, то она тоже в значительной степени работает по бюрократическим канонам, где, на самом деле, там, интересы дела зачастую подчинены бюрократически. Это закон жизни, поэтому тут некоторые вещи нельзя, знаете, как воров-карманников искоренить нельзя, но привести в приемлемые пределы можно. Поэтому эта проблема, несомненно, есть и, несомненно, будет, но здесь тоже надо смотреть, ну, что в мире с этим делали, как решали, что получалось, и, в общем, используя этот опыт, тоже двигаться. Ну, мы можем сейчас поговорить о том, что в мире делали, действительно, почему, ну, в Штатах все-таки мне хочется сразу пример, но даже в той же Бразилии, да, почему, да, объем инвестиций на фондовый рынок гораздо выше, чем в России, например. Что там делали-то для этого, что? А вот, ну, кроме, так сказать, того, вот, одна из, я маниакально скажу на своем, что вот одна из маниакальных вещей, что должно быть, это привычка населения, а дальше уже вот сберегай 10-15% своих доходов, инвестируй, думай о будущем по разным направлениям. Все равно значительная часть этих денег окажется на фондовом рынке, неважно, что ты будешь делать, откладывать ли в негосударственный пенсионный фонд, корпоративный ли он еще какой-нибудь, фонды коллективных инвестиций, куда угодно. Все равно ты будешь что-то инвестировать, все равно это тем или иным боком окажется на фондовом рынке и придаст ему стабилизацию. И вот это вещь, которую, кроме всего прочего, я, конечно, понимаю, такая странная постановка вопросов, получается, что методом агитпропа и изменением... Ну, получается, что... И, так сказать, люди как лично и как хозяйствующие субъекты имели привычку думать об инвестировании своих средств, о том, что должен работать не только ты, а и твои деньги, и чем больше их работает, тем лучше. Вот это стратегически очень важный ресурс для развития фондового рынка в стране. Ну, и в этом случае вот эта ситуация изменится, когда, да, НПФ смотрит за доходностью и говорит, вот к концу года обязательно такая должна быть изменится. Ну, а почему не изменится-то? Не знаю, почему не изменится. Ну, вот пример из жизни. Вот с недавней конференции был на пенсионной, там газета одна проводила, там вот был... Паша, извините, пожалуйста, мы сейчас послушаем новости, а потом ты расскажешь. А, потом расскажу, хорошо. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор о том, как чувствует себя крупный бизнес в России, каким образом, на что уповать, чтобы появились длинные и серьезные деньги, в частности, на отечественном фондовом рынке. На эту тему говорим сегодня с Павлом Митрофановым, руководителем отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт-РА» и Сергеем Питенко, генеральным директором экономики и правовой школы ФБК. Да. Значит, мы прервались на новости, послушали их с удовольствием, а Паша хотел некий пример из жизни рассказать, пожалуйста. Ну, пример из жизни, как пенсионеры, например, начнут следить, да, вот где у нас самые, скажем так, крутые пенсионеры? Один у нас в северных странах, да, в Норвегии, в Швеции. И недавно вот слышал, ну, просто наглядный пример, очень он мне понравился. Вот ЦСР у нас есть такая структура, Михаил Игоныч Дмитриев регулярно всякие прогнозы дает и так далее, очень уважаемый. Вот свежий пример. С чего начинается день норвежского пенсионера? Правильно, с просмотра сводок биржевых. Да, потому что вся его жизнь, все его развлечения, путешествия и прочее, это все зависит от фондового рынка, потому что их портфели очень сильно, это портфели акций, причем и российских в том числе, но в первую очередь Газпрома. А у российских, кстати, пенсионеров Газпрома быть не может. Да, об этом тоже хотелось бы чуть позже поговорить. Ну, так в этом, вот в этот пример, да, показывает то, что, как, сейчас скажу, как развита культура инвестирования, да. К чему все в итоге должно приходить? Сереж, у вас, наверное, есть все-таки пример, вот я имею в виду, даже не пример, а логика, подтверждающая рассказ Паши, как так случилось у норвежских пенсионеров, что они стали настолько грамотными. Просто были приняты определенные меры, и после этого там 10-15 лет проходит, когда вот начинает понимать вот эту зависимость. Да, действительно, нужно немножко разрешать больше, причем мы, опять же, тут тоже понимаем, что, конечно, понимаю тех ребят, которые плакались, что им не разрешают это, но тут хочется этих ребят спросить, ребята, а у вас за плечами история какая есть? Вот если бы вы существовали уже 15 лет, и мы твердо верили, что вы не заиграетесь, это вот одна история. А когда вы вчера пришли на рынок и хотите играть деньгами пенсионеров, не, вы, конечно, очень умные, но вот, а где вас потом искать с Интерполом? Вот, то есть тут эта объективность. У них получилось, потому что, конечно, лет 30 тому назад ментальность вроде как шведского и норвежского пенсионера вроде как от нашего не отличалась, но это вроде бы, потому что он прожил свою трудовую жизнь 40 лет работая в рыночной экономике, в стабильной стране, и когда ему сказали, вот, там, ну, стабильная поправка, это сколько стабильно бывает рыночная экономика, когда ему сказали, вот, теперь это будет так, то он это воспринял как правило игры всерьез и надолго, и постепенно, да, стал вот понимать, что, оказывается, да, от фондового рынка его, в общем, путешествия и все прочие пенсионные развлечения зависят. И, как минимум, он в течение 40 лет, по крайней мере, слово фондовый рынок, да, это словосочетание, частенько слышал. Ну, он точно слышал. Частенько слышал. Может, он не разбирался, но он знал об этом. Да, и он мог знать, что, и, вообще-то, еще его дедушка, вообще-то говоря, и вкладывал в какие-либо акции, а потом и папа с мамой, поэтому, конечно, но, опять же, процесс надо начинать, процесс надо запускать, типа, тогда действительно шанс есть, то, о чем мы говорили, что через две пятилетки мы увидим другую картину, то есть, вот, если не двигаться в том направлении, то и не увидим. Конечно, мы все время будем о ней мечтать, вот-вот она появится, да, но, к сожалению, нет. Вернемся уже, ну, более-менее конкретизации, действительно, это парадоксально, я тоже это услышал некоторое время назад, Паш подтверждает опять, что вот у норвежского пенсионера есть возможность инвестировать в «Газпром». «Газпром» — наше все, и теперь, получается, и для норвежского пенсионера тоже. А у российского пенсионера нет такой возможности. Это, конечно, на уровне идиотизма. Паш, объясни, в чем здесь дело? Ну, это такая старая проблема, но которую, тем не менее, почему-то не хотят решить, причем она во многом бумажная, потому что пенсионные правила... То, о чем Сергей говорит, да, совершенно верно, правила инвестирования пенсионных денег, пенсионных накоплений, там, в числе прочего, фигурирует привязка к листингу А1, что вот акция должна быть обязательно в А1. То есть в этом списке, да? На ММВБ, да. Ну, мотив понятен, что вот требования листинга там достаточно жесткие, много всего надо. Абы какая акция, да? Абы кто туда не попадет, да. Но вот, в частности, Газпром, он замечательен тем, что там вот не хватает для этого листинга независимых членов Совета Директоров. Вот незадача, да. И Газпрома вроде как это и не мешает. Ему, ну, один, не один, на него инвесторов хватает. Но вот пенсионерам это очень сильно мешает, потому что НПФ и их управляющие, они не могут купить эти бумаги. Паш, извини, а невозможно найти компромисс? Прийти в Газпром и сказать, ребят, ну, так сделайте еще. Да нет, ну, проще изменить... Изменить листинг или требования, да? Даже не листинг, а не только листинг, потому что можно, я не знаю, требования по рейтингам, там, ну, вот они бывают везде. И даже у нас в том числе, ну, добавьте туда еще что-то. Газпром-то сто процентов туда попадет. Да, так или иначе, уж подкрутите правила ради Газпрома, он наше национальное достояние. Это парадокс. Можно постараться. И никто, тем не менее, не хочет этого делать, да? Ну, хотят регулярно, говорят, что да, непорядок, почему нельзя в Газпром, почему нельзя там еще, не знаю, там, в ТНК-БП, там... Например. Да. Ну и? И пока ничего. Сергей. Ну, ну... На кого уповать-то в данном случае? Почему? Куда идти опять? К царю-батюшке кланяться? Как обычно, потому что, опять же, частный случай, стандарт, чем меньше чиновник ощущает давление общества, тем меньше он склонен шевелиться. И по данному поводу, ну, вот, тоже, да, частный случай, когда, поскольку, ну, вот, говорят, действительно, профессиональное сообщество об этом говорит, но... Я единственное, извините, хотел бы уточнить. Чиновник реагирует на давление общества все-таки или на давление сверху? Сверху он реагирует, конечно, гораздо быстрее, но сверху на все, как бы, в ручном управлении не решаешься. Нельзя сказать, что наше общество уж совсем не давит, но по некоторым пунктам больше, по некоторым маловато будет. Да, 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 что-то оптимизм мой, вот мы начали так оптимизировать, он начинает улетучиться. Давайте тогда поговорим о неких перспективах. Я, с вашего позволения, вступление такое предложу. Мы живем, очевидно, да, в эпоху такой неспокойной экономической ситуации. Ну, сейчас мы, так сказать, посмотрим уже более широко, не только на российскую ситуацию, на ситуацию мировую. И очень часто в выступлениях больших людей мы слышим фразы типа «Готова ли Россия к экономическим потрясениям, если они вдруг случатся?» Они наверняка случатся, это вопрос. Конечно, куда без них. Куда без них, да. В общем, сегодня, забавно, где-то я в одной из соцсетей услышал, вычитал такую фразу, что нестабильность – это нормальное состояние развития, что ли, вот что-то такое, да? Конечно, можно вспомнить, что когда Адам с Евой бежали из рая, Адам сказал, нам с тобой приходится жить в переходные нестабильные времена. Ну, вот с тех пор так и живем. Совершенно верно. То есть нормальный, и более того, можно лишь продолжить в том же духе и сказать, что пройдет время, и наши времена назовут старым добрым временем. Да, согласен, согласен. Вот поэтому нормальный процесс, вот, да, потрясения были, есть и будут, а когда были времена без них? Ну, то есть надо себя каким-то образом почувствовать более-менее внутри этой нестабильности, найти некую уверенность в завтрашнем дне. Наверное, это сложно, но, тем не менее, никуда от этого не деться. Ну, так вот, ладно, пофилософски немножко возвращаемся. И так очевидно, что будет скорее хуже, да, чем лучше. Ну, мне так кажется. Не очень очевидно. Не очень очевидно. Будет нестабильно, но насчет хуже. Ну, ладно, принимается, принимается, ладно. Это я погорячился, видимо. Будет нестабильно. Любая нестабильность, конечно, тоже она требует некой реакции все-таки, да, от нашей. Если говорить о конкретном человеке, естественно, он пытается каким-то образом выровняться. Говорить об экономике, о государстве, она пытается каким-то... Наверное, сложнее, потому что это уже более такой массивный объект. Но, тем не менее, Россия готова к этим потрясениям, Паш? Ну, конечно, готова. Россия всегда готова. Не уходи от ответа. Нет, ну, если серьезно, то что такое потрясение? Потрясение, это когда что-то... Либо рынки лихорадят, либо валюты лихорадят. Вот об этом мы и говорим. У России долгов мало внешних. То есть, если что, можно подзанять даже задорого. Резервы есть. При этом резервы, повторюсь, только другие уже эти золотовалютные, наш стоп-фонд, они есть, они копятся, потому что цена пока нефти выше чем-то, при которой мы их не копим. Нормально. Ну, по крайней мере, самый вот сильный удар совершенно точно сил хватит пережить. Есть, правда, вот всякие внутренние проблемы, типа вот тех же, мы уж сегодня так много об этом говорим, пенсионных дел, да? Потому что дырка-то есть же, пенсионного фонда, она же пока никуда не исчезает. И, собственно... Но она будет разрастаться, судя по всему. Да, это проблема и людей, и крупного бизнеса, о котором мы говорим, и всего чего угодно, потому что баланс-то изменяется, да? Ну, пока никто лекарства даже в мире в целом не нашел. Ну, здесь сложно, наверное, найти. Вот это серьезный вызов. Срочно, как это, улучшать демографическую ситуацию, это... Да, ну, безвыходным называется положение, простой и очевидный выход, из которого нам не нравится. В данном случае один из выходов, он, понятно, какой, не нравится, повышение пенсионного возраста, все равно это делать придется, там, льготные пенсии отменять, там, перекидывать на работодателя, пенсионный возраст повышать. Вот как это обозвать растяжкой пенсионного стажа и так далее, ну, деваться некуда. Но, конечно, это процесс, который растянется, как рубка того самого хвоста по частям. Чем, скажем так, чем позже мы это сделаем, тем более резким придется делать переход. Вот если еще десяток лет не повышать пенсионный возраст, то придем к тому, что надо будет скачком это делать. Ну, если постепенно, я надеюсь, там, разными способами, то, ну, не будет. А проблема сейчас в чем, вот, действительно, взять и сказать? Мы повышаем пенсионный, проблема в чем? Это социальная напряженность? Социальная. Просто общество, на мой взгляд, к этому не готово. Хотя, вот, тоже относительный вопрос. Казалось бы, там, Украина, далеко ли она от нас отстоит? Ну, повысили они пенсионный возраст. И вроде и революции не случилось. То есть, именно в этом проблема, да, Паша? Ну, она не единственная, наверное, не будет. Ну, конечно. Не, ну, на мой взгляд, пенсионный возраст просто тут, опять же, да, непонятно, будет ли революция, не будет. Вот только проверять никому не хочется. Другими словами, да, поднять пенсионный возраст придется все равно, потому что другого лекарства здесь нет. Ну, а 40-летний стаж, это что? Это тот же, по факту. Те же ушки только в профиль. Замечательно. Ну, что ж, хорошо. Тогда еще один вопрос. Хотя, наверное, я его даже произнести не успею, потому что через некоторое время вновь у нас будут новости. Ну, давайте так, подтянем время, да, как в таких случаях делается. Ну, два слова буквально. Крупный бизнес, он все-таки плохо себя чувствует внутри российской экономики или ему лучше, по сравнению с мелким бизнесом? Крупный лучше. Лучше все-таки. Лучше, чем мелкий. По сравнению с мелким. Мелкому бизнесу вообще никак. Вообще никак, да. Он кричит и стонет. Крупный работает. Ну, давайте так, послушаем крики и стоны мелкого бизнеса после того, как послушаем новости на Финам.фм. Ну, что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.фм. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И последняя часть нашей программы на тему, как чувствует себя крупный бизнес в России. Напомню, сегодня в гостях Павел Митрофанов, руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» и Сергей Питенко, генеральный директор экономико-правовой школы ФБК. Я, прервавшись на новости, мы уходили, да, было у меня желание послушать крики и стоны мелких. Я так передумал. Не будем мы этого делать. В конце концов, и темы сегодня, да, и разговора о мелком бизнесе нет. Ну, и потом, я предполагаю, что все-таки это такой неэфирный вариант. Потому что уж слишком, да, кричит и стогнет. Помните? Днипор. Уж очень, да, неловко себя чувствует. А крупный бизнес, тем не менее, лучше, очевидно. А если сравнить крупный бизнес с крупным бизнесом ближайшего, дальнего или какого-то там супер зарубежья. Как он себя чувствует в этом случае? Сереж. Ну, я думаю, что он чувствует себя примерно так же, как крупный бизнес сопоставимых с нами стран по уровню развития. И даже, наверное, немножко лучше, потому что наш крупный бизнес, он в среднем крупнее, чем вот попавший на язык бразильско-мексиканский. Потому что компаний там а-ля «Газпром», «Роснефт», «Сбербанк» вот такого масштаба, у них просто нету в силу объективно исторических причин, у них экономика поменьше. Вот поэтому я думаю, что в среднем наш крупный бизнес чувствует себя получше, чем в странах нашего уровня развития, но, конечно, похуже, чем в странах развитых тоже, ну, в общем, объективная реальность. Там все получше. Да, включая крупный бизнес. Вернемся к списку. Как он называется, список вот этот? А? А1? Листинг? Да-да-да, листинг. Ну, верхнего уровня А1 на нашей бирже, да. Ну, в этом тоже наверняка парадокса нет, хотя я хотел бы узнать, хорошо это или плохо, вот опять с точки зрения денег, да, ожидающихся на фондовом рынке. Вот этот список, если посмотреть, там в основном представлены предприятия одной, я бы сказал, отрасли. Это объективно, да, объективно так. Наштег, да, дорогой и любимый. Дорогой и любимый. А вот что-то из иных отраслей может там, ну, хотя бы гипотетически появиться? Ну, если смотреть на всех, кто есть, то, конечно, может, потому что, ну, что такое А1? Это некое отражение действительности, да, действительности. Индекса ММВБ. Она и в общем распределении примерно такая же, да, вот. Нефтянка — это половина всей капитализации рынка. По 10% примерно, да, там, банки, металлурги и энергетики. Ну, вот они и придут, особенно, когда захотят вот именно, например, через критерии листинга попасть в какие-то пенсионные портфели. Если пенсионных денег будет много. А сами эмитенты заинтересованы в этом? Попасть в этот список, в этот листинг? Ну, им нужны какие-то мотивы, да, вот мотивом могли бы быть... Я так понимаю, Господь не заинтересован. Ну, как, он из политических целей, он у нас национальный достойник, он должен быть заинтересован, но по факту, вот, естественно, ради в его масштабах там маленьких реальных пенсионных денег, которые у нас есть, да, не потенциальных, а вот тех, которые уже есть, он, конечно, не будет там, они перестраиваются в систему управления. Да, совершенно верно. И крупному бизнесу ему скорее пошевелиться в плане своих долговых инструментов, а не в плане акций, потому что там это их такая более насущная проблема, потому что они все занимают, причем сейчас вот некий пик займов, да, и ради того, чтобы попасть... Сейчас это вот осень этого года, да? Да, да, сейчас, в последнее там время. Ради того, чтобы их покупали вот в моменте они, ну, не в принципе, да, и чтобы к ним живые деньги приходили, потому что, ну, с торговлей акциями они там кроме цифрной бумажки сильно ничего не имеют, да, а ради того, чтобы у них покупали долги, вот ради этого они готовы стараться. Ну, собственно, все вот топовые компании, они фактически уже все сделали для этого, да, они там и международные рейтинги получили, отчетность у них какая угодно, и там связи с инвесторами, с общественностью, все что угодно, а вот компании помельче, но тем не менее, вот, все равно из списка крупнейших, да, они над этим работают, они вот улучшают практику там отчетности, они получают оценки своей кредитоспособности и так далее. Вот все ради, ради как раз и пенсионных, и страховых денег. То есть им интересны эти деньги. Им это интересно, да. А долговой рынок, он не принимает участие вот в том, о чем мы говорим? То есть пенсионные деньги на долговой рынок не идут? Туда они идут очень сильно, наоборот, да. Идут такие. Потому что, ну, должны же они хоть куда-то идти, да, они куда могут идти, либо в банки, либо в акции, либо там, ну, средства накоплений в стройку, не могут идти туда, резервы разные идут, да, которые корпоративные деньги, либо в облигации. Вот сейчас депозиты и облигации, это то, на чем пытаются зарабатывать, ну, и зарабатывают, собственно, в НПФ. Понятно. Ну, это хорошая альтернатива рынку акций? Ну, это альтернатива, то есть она, конечно, нормальная, но, то есть, скажем так, лучше, что они идут куда-то, чем их нет вообще. Вот, но чем бы они больше шли по разным направлениям, тем еще лучше. Поэтому, конечно, как для оптимизма можно сказать, что то, что вот пенсионные деньги идут там в облигации, депозиты и так далее, это уже хорошо, потому что какой-то процесс пошел. Но для того, чтобы он шел больше, лучше, длинных денег становилось больше, конечно, это только первые шажки. Хорошо. Ну, мы сегодня говорим о рынке акций, о длинных деньгах, ну, длинных, понятно, о чем идет речь, пенсионных, в частности, да, или там страховых. А заинтересованы мы в притоке иностранного капитала, ну, такого же долга, длинного, да, такого же серьезного, не спекулятивного, да, о чем мы начали разговор. Если заинтересованы, ну, наверное, ответ очевиден, да? Ну, конечно. Ну, хотелось просто услышать, да. Заинтересованы наверняка. А вот как привлечь его сюда, этот капитал, Сережа? Ну, тут одной меры нет, конечно, вот есть всякие банальные слова, типа инвестиционный климат. Климат, вот, вот. Да, который состоит из там сотен, сотен... Звучит неплохо. Да, но это звучит действительно из сотен параметров, потому что, вот можно такую аналогию провести, скажем, вот когда говорят, что наши компании там по капитализации недооценены. Да. Вот если говорить о таких вещах, как там, ну, запасы там и так далее, это да. Но если прикинуть там независимая судебная система и вот еще ряд-ряд-ряд-ряд вещей набора бизнеса, то здесь выясняется, что, а что их обзывать-то недооценены, они нормально оценены. То есть, в известных условиях, да, лидической, политической составляющей, они стоят столько, сколько за них платят. Так, как любой товар. Поэтому, конечно, для того, чтобы привлечь иностранный капитал, там, если отвлечься от, там, частности, там, куда их иногда, там, справедливо или несправедливо в какие-то отрасли, правильно или неправильно, не пускают. Но если говорить в целом, то это, конечно, улучшение инвестиционного, делового климата. Это слова можно подобрать любые, но, главное, деньги, они же идут туда, где поспокойней, где, да, есть рисковые деньги, где можно либо сорвать куш, либо потерять голову и все деньги. Но нормально, стабильно длинные деньги, они, конечно, стараются идти туда, где условия лучшие, при прочих равных условиях, вбросив этот мешок денег. Как вот мы здесь все сидящие за столом, вдруг, там, старик Хаттабыч нам бы сейчас мешочек сбросил сюда. И сказал, ребята, инвестируйте куда-нибудь. Ну, вот дальше понятно, о чем бы мы с вами задумались. Наверное, надо инвестировать туда, где оно так поспокойней, раз уж так от старика Хаттабыч. То есть вы, да, не покупали бы сейчас отечественные бумаги? Ну, когда тут живешь, то тут и инвестируешь. Ну, вот при наличии, там, при прочих равных условиях, дальше там уже у кого какая склонность к риску, много всяких слов есть. Но когда мы говорим о том, как привлечь, ведь деньги в мире есть. Это, в общем, вещь очевидная. Но вот как их привлечь, это вот уже другая история. Поэтому здесь много-много долгой, нудной, скучной работы по всяким разным направлениям. Ну, объединяем, да, эту работу мы вот под идеей улучшения инвестиционного климата. Ну, и Международный финансовый центр. У нас есть даже вывеска под это. Ее же для этого. Ну, это понятно. Насколько реально, кстати, что мы станем Международным финансовым центром? Как ты думаешь? Ну, это смотря, чем мерить. Мы и так уже вполне себе он, в конце концов. Сами себя назначили. И биржа крупная, и компании дорогие, и вроде все есть. Но чего-то не хватает. Хочется побольше, понадежнее, постабильнее. Вот этого пока нет. Ну, еще раз вернемся. Действительно, я абсолютно соглашусь. Пресловутый инвестиционный климат – это проблема номер один. То есть надо чем-то заманить в хорошем смысле этот длинный капитал. Как ты думаешь, вот в первую очередь решение этой проблемы с инвестиционным климатом, она где? Она вот в чем? Что нужно в первую очередь менять? Ну, на твой взгляд, может быть... В первую очередь. Никогда не думал. Думал всегда все вместе. Вкупе. Правила игры. У тебя статистика, поэтому... Суды и так далее. То, чего все боятся больше всего у нас. И может быть еще даже просто не потому что... Не в качестве оппонирования, а просто чтобы что-то другое сказать. Знаете, изменение самого отношения к бизнесу. Вот сейчас бизнес воспринимается либо как дойная корова, вот те 25 миллионов человек, которые у нас работают в бизнесе, кормят всех. И почему стал престиж там государственной службы, чиновничей больше? Ну, потому что там работать спокойнее или... Вот поэтому... И слово работать там... Да, но такое... И начать служить. Государственная служба. Да. Вот поэтому вот один из аспектов, это вот все-таки изменение центра, что бизнес это хорошо, работать в бизнесе это престижно. Я опять, так сказать, от агитпропа решил. Нестормально. Да, что вот это тоже, это ни в коей мере не оппонент, это просто добавление к тому, что сказал коллега. Я понял вас. Я понял вас. Ну, как это не банально, и, наверное, уже в третий раз мы к этому возвращаемся, но у меня складывается впечатление, что все вот эти, ну, или большинство проблем, да, о которых мы сегодня обсуждаем, они все-таки в подкорке, в подсознании они в нашей... В нашем... Как-то самая разруха, которая в головах. Вот, да, не в сортирах, а в головах, как известный персонаж говорил. То есть нам нужно, видимо, вот с этого и начинать, да. Мы говорили сегодня о том, что у нас есть проблема с финансовой грамотностью. Мы говорили о том, что ментальность не позволяет нам, да, вот определенные вещи, ну, с точки зрения страхования, например. У нас есть отношения непонятные, да, к каким-то процессам, которые и за рубежом воспринимаются как вещи не просто нормальные, да, но и вещи позитивные. Вот чтобы, ну, учитывая, что время уже заканчивается, два слова буквально, вот с чего бы начать это формирование финансовой грамотности? Что надо, обрететься на ТВ, встретиться вашей информацией, там, я не знаю, как, Сережа, как вы думаете? Ну, пропаганда финансовой грамотности, это вот действительно раз. Доброго отношения к бизнесу, это два. То есть они не акулы, они все-таки те, да, за счет которых мы живем. Страну развивает бизнес, вот, каждый должен думать о своем личном финансовом благополучии и стремиться стать финансово грамотным. Ну, вот я два назвал, как раз еще пару для коллег оставил. Ну, а с другой стороны, вот, с людской-то стороны, меньше кредитов, больше накоплений, немножко затянутый пояс, зато ради будущего. Спасибо огромное, спасибо. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем программу. Я напомню, сегодня в гостях Павел Митрофанов, руководитель отдела корпоративных и инстинкционных рейтингов СПРТРА, Сергей Питенко, генеральный директор экономики правовой школы ФБК. Ну, как выяснилось, крупный бизнес чувствует себя неплохо, но главное, чтобы мы себя хорошо чувствовали. Вот, неважно, рядом с крупным, с мелким и так далее. Поэтому я еще раз благодарю моих сегодняшних гостей. В общем, дорога, дорога прямая, дорога открытая, главное по ней двигаться. Мы желаем вам двигаться в правильном направлении. Все хорошего, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.